Музейно-выставочная выставка Ни один из великих умов ни до, ни после него не создал ничего сопоставимого по масштабу и гениальности. И посетители выставки могут в этом убедиться, изучив детально воссозданные по чертежам самого да Винчи изобретения. Несмотря на то, что выставка ориентирована во многом на детскую аудиторию, интересно будет также и взрослым. Посмотреть своими глазами на плоды его трудов и, что еще важнее, пощупать их, это доводилось далеко не каждому. Выставка состоит из более чем 50 различных экспонатов, от простейших устройств до сложных летательных аппаратов и машин. Поразительный научный аттракцион позволит самостоятельно изучить важнейшие законы механики и физики, как говорится, на практике. Приходите на уникальную выставку Леонардо да Винчи в музейно-выставочный центр и прочувствуйте удивительный мир науки. Возрастное ограничение 0+. Добрый день, дорогие друзья! Театр называют храмом Мельпомены. Почему ему дали такое необычное имя и вообще кто такая Мельпомена, попробуем в этом разобраться. В древнегреческой мифологии Мельпомена – это муза трагедии, которая покровительствует театру и театральному искусству. Вообще, музы изображались в виде молодых женщин, у которых тоже был свой заступник – бог Аполлон, бог с древнегречески, бог света. 5 октября наш зал превратится в самый настоящий храм Мельпомены. На нашей сцене развернется самое настоящее театральное действие. В исполнении актеров Московского музыкального театра на Басманной нам посчастливится увидеть спектакль «Под крышами Парижа» по роману Андре Мюрже «Сцены из жизни богемы». Иначе говоря, оперетта Имры Кальмана, которую он посвятил своей молодой жене, русской актрисе Вере Макинской. Многие из нас любят оперетту за атмосферу. Театр оперетты ассоциируется с максимально выразительной праздничностью, атрибутами которой являются мишура, серпантин и блестки. Очевидно, что жанр оперетты относится к легким только потому, что музыка в сочетании с танцем и пением призвана поднимать настроение, отвлекать от житейских проблем и формировать картину безоблачного счастья. Я отдал мир тебе, и что же, богатство, блеск тебе дороже. На идеал я не похожа, мечту души с другой пиши. Припомни, спрой, все ты, быть может, тот дождь, что вместе нами прожит. Но грусть моя, надеюсь, я тебя не потревожит. С технической же точки зрения Перетта весьма тяжелый и трудоемкий вид искусства, требующий и хорошей физической формы, и артистизма, и отменных вокальных данных. Пение – это вообще нелегкая работа. Значительная часть усилий вокалиста остается за кадром. «Скорей во всем признайся, дочь моя, Твои грехи знай, должен точно я. Тебя я с миром отпущу, и все грехи тебе прощу, Когда все скажешь, не то я». «Увы, охотно согрешила б я, Ведь изменить давно решила я. Но никого к несчастью нет, Кто б мне купил бы хоть браслет, Не то что махный туалет?» «Стопайся, спеши, Снять время с души. Я права, грешна, Лишь в том, что я бедна. Гри, детки, Мартра, Прекрасный, как день, Но только девчонку лучше одеть, Готовы ты все без изъятия, Хоть душу отдать вам медоплатье. Характер, девчонки, Извечий, как май, Сегодня полюби, А завтра прощай. Да что же решать вас, Повсемя души, За то, что уж очень хороши. В отличие от конкретных исторических событий, Даты, в которых нам, как правило, известно, Определить момент зарождения нового направления в искусстве Гораздо сложнее. Чаще всего за основу берется дата выхода того или иного произведения, Через которое некий жанр или стиль заявил о себе. Именно так и произошло с опереттой. Во всем мире днем рождения этого жанра, Соединившего в себе музыку, поэзию, театр и хореографию, Считается 5 июля 1855 года. В этот день французский композитор Жак Оффенбах Открыл на Элисейских полях в Париже свой маленький театр, Тем самым положив начало парижской оперетте. Оперетта легче оперы с точки зрения музыки, Оркестрового размера, продолжительности произведения и тематики. Помимо своей более короткой продолжительности, Оперетта обычно носит легкий и забавный характер. Иногда в ней также включаются сатирические сценки. Оперетта представляет собой альтернативу опере В доступной форме, ориентированную на другую аудиторию. Авторы, ну что вы здесь крутите? Пойдите в ложу, когда начнутся поклоны, вас обязательно пригласят. Господин директор, ну какие поклоны? До начала спектакля 40 минут. А Нинон еще не приехала. Да что вы говорите? Я несчастный человек. Она заплатит неустойку. Вот так ей передайте. Нинон, наконец-то. Я так взволнована, оскорблена. В таком состоянии. Вот что случилось? Нинон, только не падайте в оборок. Отложите это до конца спектакля. Спектакля не будет. Вот вам, от вашего. Почему? Хотя бы объясните, что произошло. Дорогая Нинон, ты сама выбрала не любовь и генералов. Расскать тебе буду, желаю тебе счастья, если только оно попадется тебе на пути. Рауль! Сюжет большинства оперетт базируется на влюбленной парочке. Вокалисты, исполняющие, собственно, эту парочку по установленным издавна правилам, поют голосами сопрано и тенор. И хоть жанр оперетты не подразумевает столь высоких, как в опере требований к вокалу, ведущие артисты все же должны обладать безупречным навыком владения голосом, а поначалу в оперетте вообще пели исключительно оперные, академические вокалисты. Оперетта помогла познакомиться с театром в целом и с вокалом, в частности, с широким слоям населения, которые не могли позволить себе посетить оперу из-за дороговесной билетов и некоторой привилегированности контингента на ней. Венгерский композитор Имры Кальман, прославившийся автором оперетт Сильва, Боедера, Принцесса Цирка, Фиалка, Манмартра и многих других, долго не решался писать такого рода музыку. Кальман считал оперетту слишком простой, примитивной, искренне не желая участвовать в написании этой недооперы. Стараясь нести в массы истинное искусство, он писал музыку в классических формах, например, симфонии. Однако эти произведения какого-либо успеха у широкой аудитории и критиков не сыскали. Этот фарт подтолкнул композитора к сочинению примитивных оперетт, которые в итоге сделали автора знаменитостью жанра. Его почитали как создателя праздничных, одухотворенных, нарядных оперетт, ставших эталонами данного музыкально-театрального жанра, в котором особое место занимает танец. Постановка оперетты весьма сложный процесс, который ничем не уступает ни опере, ни балету, ни спектаклям, ни мюзиклу. В постановку и приготовление к ней вовлечены многопрофильные, разноплановые артисты и большая закулисная команда. Происходящее на сцене требует от артиста оперетты владения танцевальным, актерскими, вокальными навыками. Это кинобор все в одном. Но эти сложные условия и сочетание разных умений и навыков, как и во всех видах искусства, не должны быть заметны зрителю. Сюжет прост, и артист должен быть также прост. Играть роль, не отрывая зрителя от незамысловатого динамичного сюжета. Кстати, главные отличительные черты любой оперетты – простота, естественность, легкость, гармоничность, несложный сюжет – не должны отвлекать зрителей от повседневной суеты. Классическая оперетта в ее эталонном воплощении дольше всего пользовалась спросом в Советском Союзе. Жанр «Оптимист» с несколько преувеличенной идиллией в отношениях людей, демонстрация победы добра над злом, бескомпромиссным хэппи-эндом очень точно соответствовал общественной идеологии. А фиалка Монмартра была и остается одной из самых любимых оперетт. Классическая оперетта Подобно Мельпомене, протягивающей руку путнику у древнегреческих театров, музеев, храмов, спектакль «Под крышами Парижа» учит зрителя видеть театральное действие в реальной жизни. Учит нас достойно играть роли, предначертанные самой судьбой. Этот спектакль о любви и ошибках, об истинных и ложных ценностях, о том, что жизнь всегда пробивается к солнцу, преодолевая на своем пути всевозможные преграды. Итак, 5 октября кино концертный зал «Панорама» под крышами Парижа от Московского музыкального театра на Басманной. Следите за нашими анонсами, будет еще много нового и интересного. Звоните по телефону, мы всегда рады слышать вас. До встречи в «Панораме». Редактор субтитров А.Семкин